день второй наступил день второй моих поисков основано поле боя вот там вырубка которую мы вчера видели я на ее юго-восточном краю справа и слева от меня нетронутая линия обороны здесь если кто-то и проходил то раскопов не видно я сейчас пойду вот туда на восток там сопочка которую я вчера назвал нетронутка ну так вот поэтично сейчас мы посмотрим что нужно брать с собой одиночному поисковику как минимум что нужно брать с собой для того чтобы быть в уверенности что ты поешь ежели чего огонь разведешь ежели чего и оборониться сможешь ну понятно от сахатого не сахатого от косолапого не уберечься сахатый от вас сам убежит ну начнем рюкзак для лесных поисков должен быть сравнительно небольшим хотя и объемистым и карманистым и желательно плоским почему вы понимаете то есть у вас будет не плоский рюкзак вы будете цепляться за каждую ветку каждый ствол каждый куст воду желательно взять с собой в пластиковой таре ибо поскольку все с собой вы несете на себе том числе металлоискатель очень чувствительные ваша металлическая алюминиевая пряга будет на него хранить здоровье делаем рекламу торговой сети пятерочка поскольку именно в ее пакете находится моя еда вот еду желательно брать в телевизионном пакете он оградит пищу от влаги мало ли без травы с другой стороны можно использовать его и как поклажу для находок достаю содержимое сейчас мы его разберем и так вот это так называемое крабовое мясо вроде бы ерунда много химии да понимаю я не стал с собой брать банки консервов рыбных мяса я не ем и поэтому решил воспользоваться именно этими псевдодорами моря они достаточно калорийны и следом идет вот этот пакетик центре кадра как вы видите предательски проглядывает сникерс сейчас я разберу это у нас пачка вафель так сказать десерт далее действительно или конфетки сникерс это сладости с одной стороны с другой стороны там орехи карамель это тоже вполне калорийно также демонстрирую очень большая горсть даже тут две горсти в мешке грецких орехов а также иранские финики чудо вещь с точки зрения калорийности все показано вполне устраивает взрослого человека о сто двух килограммах веса вот того что я вам показал будет вполне достаточно для очень сытного и калорийного обеда мясоеду конечно не очень понятно что может быть здесь сытного что может быть здесь калорийного вот кусок мяса или там банку тушенки или кусок ветчины или грудинку заточить вот это было бы здорово вот это было бы калорийно и питательно лосиная ложка бежит надо обобрать но должен вам сказать что у человека никак не могу поймать где она зараза вот она должен вам сказать что у человека которая перестает есть мясо а также потреблять молочные продукты и хлебобулочные изделия замешанные на дрожжах смею вас уверить что организм перестраивается причем перестраивается настолько радикально что те продукты которые в привычном мясоедно-молочном восприятие этого мира не являются чем-то значимым то есть калорийным и питательным вдруг становятся носителями как раз той самой энергии ну о которой все пекутся поедая мясо как же так спросите вы как такое может быть а не врет ли вам снимающийся в кадре субъект честно вам говорю как на духу не вру вот верите ли вот сейчас я вам скажу такие слова что вы долго будете крутить наверное пальцем у виска но люди которые меня знают не дадут мне соврать это действительно так и так вечером мне как правило достаточно одного огурца средних размеров двух-трех помидоров луковицы 3-4 зубчика чеснока специи я предпочитаю сванскую смесь найдите в интернете что такое сванская смесь сванская приправа это из Сванетии Грузия так вот сванская приправа оливковое масло соль сахар по вкусу сахар и обязательно добавляю иногда сахар заменяет мед да ложка меда все это рубится в привычном для человека размере имею ввиду салат кто-то рубит огурцы покрупнее с помидорами кто-то помельче я режу по-всякому как придется так вот все это смешиваю если есть картофель на вареное ну добавляю одну картошку одну картофельную все это перемешиваю с оливковым маслом принимаю в качестве ужина вы представляете вот можете мне не верить можете крутить пальцем у виска но вот этой смеси казалось бы не калорийной откуда здесь взяться калориям этой смеси если ее запить пол литра чая с медом и немножко 2-3 ну 4 кусочка грамм так по 20-30 халвы так вот всего этого мне здоровому мужику хватает сытости на 8-9 часов а если вслед за этими 8 часами еще и наступает здоровый сон часов на 8 я встаю через 16 часов после потребления своего ужина подчеркиваю встаю без ощущения голода не сосет под ложечкой не тащит бегом на кухне чтобы там сожрать я голоден не голоден вот не верите я понимаю что вы не верите но это действительно так не голоден а с утра я съем апельсин а то и два может быть одну помидорину может быть немножко совсем мелкую глубокую маленькую глубокую тарелку овсяной каши с добренной ложкой меда выпью чай и опять же чуть-чуть халвы или штук 5-6 фиников чай может быть каркаде или это может быть какао или это может быть черный чай зеленый почему-то не пью кофе не пью вообще так вот этого всего мне хватает примерно до часу двух дня днем два апельсина штук 15-20 фиников и ну грамм чтобы вам не соврать 70-100 орехов и вот так до вечера до 6 до 7 часов вечера а вечером ужин тот которым я рассказал только что выше вот хотите верьте хотите нет и этого рациона с некоторыми вариациями а вариации заключаются в чем рыбка копченая вареная в ушки ухо или жареная но тоже сравнительно немного ну например мы раскусили минтая дешевая как говорится и сердито минтая тоже тресковая рыба и очень вкусная даже после разморозки измороженного состояния я представляю какой он свежий хотя никто из нас из людей живущих в европейской части россии никто его наверное не пробовал свежим если он не был конечно на дальнем востоке так вот иногда рыбка что значит иногда это может быть раз в день это может быть раз в три дня по-всякому это бывает но тем не менее вот тот усредненный рацион о котором я рассказал действительно имеет место и как вы видите морда лица моя с трудом вмещается объектив этой камеры видите с трудом с трудом с трудом она вмещается вот оно кое как вместилась с трудом в объектив камеры поэтому хотите вы не хотите вы но придется возможно придется поверить мне на слово и возможно принять на вооружение знаете почему Потому что перестроившись, организм перестает требовать от привычных всем нам и сводящих в могилы, без привлечения, сводящих в могилы тысячами, десятками тысяч, миллионами людей на кладбище, сводящих мясо, молока, хлебобулочных изделий с дрожжами. Почему? Я что, преувираю? А вы съездите на любое кладбище городское и посмотрите, с какой скоростью оно растет. Зайдьте сегодня, завтра, а потом зайдьте туда через год. Вы ахнете, каков огромный прирост кладбища, если оно, конечно, новое, а не то старое, куда подхоранивают в будущем. В уже ранее устроенной могиле. Так вот, заедьте на новое кладбище и вы увидите темпы, с которыми оно растет. Как вы думаете, из-за чего? А вот из-за того, из-за мяса, молока и хлеба на дрожжах. Никогда русский народ, да и вообще народ в мире, не жрал, извините за выражение, столько мяса, столько молока и столько хлеба на дрожжах, как он жрет, извините за выражение, в настоящее время. Понятное дело, что еще и ритм жизни, еще и какие-то неуряйцы, еще и задержки с зарплатой, плохое поведение детей, низкоудеки в жизни. Ну и прочее, прочее житейское, что накладывается каждому на плечи, приводит к тому, что человек нервничает, а еще сверху и мяском, и молочком с йогуртом, и творожком, ибо именно в нем, якобы, находится тот самый, незаменимый для всех нас кальций. Вы знаете, столько байок я уже слышал за два с половиной года, не потребление мяса и молока. Молоко я гораздо дольше уже не ем, и молочное, а также хлеб. Что диву даешься, насколько люди упрямы в своих заблуждениях. Так вот, организм перестраивается и начинает потреблять энергию из того, в чем энергии, казалось бы, нет. Рацион, который я вам назвал, мой ежедневный рацион, ну посчитайте его на калории. Ну сколько он будет? Меньше, точно, гораздо меньше полутора тысяч. А согласно наших официальных ученых, сколько порог потребляемости для организма, для его нормального существования? Больше полутора тысяч калорий. Вот такие дела, делайте выводы. Ну, конечно, если захочется их делать. Это березовая чага. Я уже отколол от нее кусочек, чистил. Очистил. Очистил прежде всего от черноты, вот от этой черноты, наплыва. Очистил и подготовил уже для транспортировки в лагерь. В лагере я более тщательно сделал очистку от черноты. Потом складирую это, увезу в город. А в городе буду делать настой из чаги. И время от времени его попивать. Очень полезительно для печени, для желез внутренней секреции, для почек. Так что, рекомендую. Но без фанатизма. Проходя по краешку этой сопки, глянул вниз. Если бы точным остановился, чтобы вытащить очейную лосиную вошку. Глядь вниз. А там... Вот прям вот она. Касочка. Наша русская касочка. Не очень заметна была сверху, но глаз как-то ее увидел. Находится она в распадочке. Вот здесь небольшой окопчик. Дальше идет тоже что-то вроде ступенечек вверх. Что-то вроде хода сообщения. Я сейчас уберу каску с того места, где я ее нашел. И пощупываю металлоискателем рядом. Может быть еще что-то есть из личных вещей. Опа! Есть сигнал. Есть сигнал на металл. Начало и прекращение сигнала локализуют его по площади. Явно что-то есть. Сейчас пощупаем щупом. Как я вчера уже сказал, темка издает такой площадной звук. Локализация еще не означает в конкретном перекрестиве, в конкретной точке. Еще не означает... Оп-оп! Нифига себе! Она чуть не на поверхности. Ё-моё, это ж кружка! Это же Лысинская кружка! Ну-ка глянем клеймо. А так и есть Лысинский металлургический завод. Интересно, какого года производство. Нет, год не указан. Но вот это находка. Ё-моё, а сохран-то? Ей ничего не сделалось. Вообще ничего не сделалось. Ну, за исключением небольших куцек внутри. Но она целая. Посмотрим на просвет. Да, не просвечивает. То есть она целая. Эмаль ее не повредилась. До безысходности. Положу ее в каску. Вот. Ну и сейчас попытаюсь поискать металлоискателем рядом. Поискать металлоискателем. Тавтолог. В общем, пощупать металлоискателем на наличие металла. Глядишь, может быть хозяин этого добра лежит где-то здесь. Мои усилия в поиске останков бойца, при котором, возможно, были его каска и кружка, успехом не увенчались. Я заметил точку на GPS-навигатор. Предполагаю, что в будущем, когда нас будет больше, я ведь попробовал не только металлоискательным вокруг, но и щупом. Когда нас будет больше, мы придем и попробуем от места находки каски и кружки расшириться. в том числе вглубь. Мой славный TM-808 нашел нечто массивное. Смотрите. Смотрите. я уже копнул там небольшой шурфик, но еще не дошел до искомого предмета. Орет TM-808 влаги матом. Смотрите, сейчас щупом покажу. А вот так на предмет откликается щуп. Такое ощущение, что там то ли патроны, то ли ящик с чем-то. Сейчас вскроем, увидим. не ящик там оказался, не патроны, а все равно вся говешка. Очередная скрытая консервная банка. Второй фронт что ли. Похоже. Жаль, силы потрачены впустую. Собка, на которую я нашел банку, названа мной нетронутка. Действительно, окопы на ней надо проходить. Довольно много металла. С сопки спускаются в эту долинку в этот распадок. Трос. Очевидно, кабель. Переправляясь через эту долинку, я подошел в эту длинную кучу. Чисто проточная вода. Лежит свежучий. Переход оказался легким. я, например, стою на камне прям посредине должен быть. Не говорю, что приход легким. Вот. Вот, наверное, друзья. А нам подниматься дальше. Вот сюда, в кору. Высокую, высокую, высокую. Высокую. Вполне возможно, тоже не тронетка. Очередная не тронетка будет.